Я тогда сейчас передам слово Костину Ивану. Иван у нас директор по стратегии организации, которая называется цифровой технологией производительности. Логика здесь на самом деле в чем? Бережливое производство, которое мы внедряем, как Николай Иванович сказал, как коллеги рассказывали, обучение, имеет врожденное ограничение. Это количество экспертов, которые в принципе есть на рынке, и количество предприятий, которые мы можем охватить. Вопрос в тиражировании. И тиражирование, да, у нас есть за счет обучения, но тем не менее невозможно тиражировать консалтинг. Его можно только каким-то образом решить, эту проблему, через инструменты цифровизации и помощи в цифровой трансформации. Организация была создана, она у нас в партнерстве, создана Ростехом, Минпромторгом, соответственно, Минэкономразвитии, Федеральным центром компетенции. Она создана именно для того, чтобы помочь в цифровой трансформации тем предприятиям, которым достаточно сложно, опять же, в силу дефицита кадров. Наверняка предприятия у вас тоже с этим сталкиваются, что есть несколько компаний, кто себе всех собрали, специалистов, кто разбирается. Они не всем доступны. Не в каждом даже административном центре люди поедут работать, в регион, например. Я уже не говорю про небольшие города. И вот, соответственно, Иван сейчас расскажет про то, каким образом работает эта структура. Прошу с вниманием отнестись к этому направлению. Это как такая вторая нога у нас у проекта, чтобы он был более устойчивый. Прошу вас, Иван. Спасибо. Ну, коллеги, а теперь о главном. Ну, наконец-то. Все как обычно. На самой верхней полке лежит самое ценное. Нужно пройти весь путь. Рад, что есть возможность познакомить вас с нашей работой. Наверное, вначале я бы хотел сказать такие две главные вещи. Первое, как сказал господин министр Максим Геннадьевич, нацпроект, пожалуй, один из самых эффективных. Но я бы еще хотел добавить, что он один из самых информационно открытых. Поэтому я постараюсь не тратить ваше время на рассказывание того, что у нас открыто представлено на сайтах, на сайте министерства, на сайтах операторов. Информации более чем достаточно. Я расскажу коротко о самых главных событиях, что происходили с нами и вот чего нам удалось добиться, чем поделиться можем. И второй момент. Поскольку мы с вами говорим об обмене опытом в национальном проекте, вот трехлетний путь рождения у нас цифровой повестки в бережливости и в производительности. Я вам могу сказать, что это достаточно интересный, энергичный, командный труд именно внутри госуправления и связанного с ними подвесных команд, подвесных организаций. Потому что, казалось бы, повышение производительности, вот Сергей Юрьевич говорил про макроэкономические показатели, что в общем-то и в учебниках написано, вполне понятно, как действовать. Но перезапуск креативного мышления, выдумывание новых инструментов, это еще один, я бы сказал, такой внутренний результат национального проекта, как новый подход к старым проблемам. Ну а теперь, собственно, о цифровизации. Как Александр Витальевич сказал, это действительно, пожалуй, самый молодой оператор мероприятий в национальном проекте, это первое. И, пожалуй, самый сложноподчиненный, потому что здесь повестка и, ну как и написано, Минпромторга, Минцифры, Минэко, плюс крупные корпорации здесь выступают и как потребители цифровых продуктов, и как их разработчики. Я разделю свои выступления, постараюсь очень коротко. Мы здесь будем работать еще как минимум до 2024 года, так что всегда будем открыты для вас. Я разделю на две части. Первое – глазами клиента, который работает с нашей платформой. И второе – глазами участника семинара, собственно, зачем вам это может быть полезно или чем бы мы готовы были поделиться. И еще одна оговорка, что поскольку бережливое производство работает с, ну, как Николаевич сказал, что в общем с порядком на производстве и с производственными системами, пусть в нашу работу входит мандат и по автоматизации, и, скажем, по техническим средствам, в первую очередь мы нацелены на обогащение производственных систем управленческими данными. Про цифровизацию сейчас, простите, за славянку только ленивый не говорит, да, агитировать здесь бессмысленно. Самое главное, что мы подчеркиваем, это вопрос данной как инструмент управления, подчиненной все той же задачи развития производственных систем, то есть оздоровления организации. И, собственно, стартуем сначала глазами клиента. Полный год мы прожили, двух лет нам еще нет. В этом месяце мы отметим первые тысячи предприятий, которые с нами работают. Это очень динамичная работа. Мы действительно во многом экстерриториальны. На платформе можно работать самостоятельно, я чуть позже расскажу о функциях. У нас наполняется витрина, несмотря на то, что в реестре отечественного ПО, с которым у нас прямая взаимодействие интеграции Минцифры, у нас сейчас уже полтысячи отмодерированных предложений отечественных разработок. Работаем мы 66 регионами, но это уже проявление скорее активности регионов. Здесь мы цели не доводим, предприятие само больно зарегистрироваться. К сожалению, плохо видно, но это есть и на нашем сайте. Да, спасибо за свет. Второй раз отменяется, спасибо. Мы очевидный процесс цифровизации разделили на ключевые четыре точки получения эффекта и главных этапов жизненного цикла цифрового развития. Первое, мы помогаем предприятию осмыслить задачи цифрового развития на уровне акционеров и высшего руководства. Обещать и быть намеренным, транслируя это уже на исполнительный уровень или на линейный уровень руководителей направлений, цифровизоваться, это еще не все. Должна быть предусмотрена инвестиционная программа, должна быть достаточно серьезная обязательность руководства не отступать и двигаться, дойти до конца последовательно, снимая проблемы, доведя не только до внедрения, пусконаладки оборудования или запуска информсистем, но и до полного интеграции в ежедневную работу каждого сотрудника в ходе операции, что, конечно, сопровождается и обучением, и принятием этими сотрудниками функций. Мы апеллируем, собственно, к очень простой статистике. Это как с зелеными сливами. Половина внедрения заканчивается неудачей. Гарантированно каждый второй человек отравится. И эта статистика абсолютно открыта, ее можно проверять. И наша задача начать с верхнего уровня, с головы, правильно поставить цели, правильно сориентировать руководство на те слова и те ожидания, которые они должны будут дальше реализовывать при, скажем, внедрении цифровых решений. В первую очередь, конечно, информационных, не технических. Далее мы переходим к запуску уже проектной работы. Мы разрабатываем и планы внедрения, помогаем разрабатывать, а если компетенционных предприятий нет, то разрабатываем. Планы внедрения, запускаем проектную систему отслеживания изменений, проектные команды, документирование процессов и так далее. Это инициирующий этап за стратегией и принятием решений на уровне руководства. Третий немаловажный фактор здесь делится на две части. Первое – это ориентирование предприятия на поле мер поддержки, потому что мер поддержки, которые у нас сегодня в нашем справочнике анализируются при помощи семантического ядра, потому что перечитать это вручную глазами невозможно, мы анализируем сейчас в автоматическом режиме 2600 мер поддержки, выдавая адресно под каждый запрос предприятию ответ. То есть машинка читает документы и говорит, что по ключевым словам, по вашим запросам, из опыта предыдущей, в том числе работы, вам подходят те меры поддержки. Вручную их перечитать сложно. Мы знаем, прецеденты на предприятиях создаются целые отделы по изучению того, что государство прилагает в качестве поддержки. И второй момент, он относится больше к финансовому инжинирингу. Мы стараемся перевести или помочь перевести цифровизацию из расходных обязательств в некую инвестиционную программу, потому что все равно есть ненулевой экономический эффект и нормативный эффект от цифровой трансформации, и для предприятия эта стоимость возвращается, по сути. Поэтому мы помогаем из этой аргументации, в том числе на финале принятия решений внутри компании. Очень часто блокирующим является отдел экономиста, внутренний аудит, который говорит, покажите мне эффект от внедрения. Понятно, мы согласны, все хорошо, производствовать надо, объясните. И внутри заказчика объяснить это не может на языке экономики, к чем это вернется для предприятия. Мы с этим также помогаем. Ну, собственно, реализация – это помощь, сопровождение, ну, я не сказал на второй стадии, на третьей стадии, мы помогаем еще с подвором решений. Вендоры независимы, в том смысле, что мы независимы от какого-то вендора конкретного, мы можем дать один пример, несколько поставщиков, предприятие может решить само, тут мы рекомендуем решение. Ну, собственно, и реализация, то есть сопровождение тех действий, которые были запланированы на первых трех этапах. Это может полностью вестись предприятием, предприятие может заказать проектное сопровождение. Сейчас, не скрою, первый год работы был больше нацелен на первые два этапа, но компетенции для четвертого этапа также у нас сформировались. Есть некий путь чуть более детального описания, на самом деле мы с вами его только что прошли. Мы всегда, как и в консалтинге, как и в любом, в общем-то, действии по управлению, мы сначала понимаем проблематику и в основном действуем дистанционно через платформу. Мы, что очень важно, из открытых данных формируем бенч, бенчмарк, когда вы можете сравнить себя с предприятием в регионе, с предприятием в отрасли, исходя из той диагностической информации, которую вы заполнили на платформе и которую мы подтянули, зная о вас из открытых источников. Для российских предприятий это ценность, потому что данных очень много. Для коллег из других стран можно пробовать. Максим Геннадьевич уже предложил нам открыть доступ для предприятий из стран Союза. Мы готовы это сделать. Думаю, что с бенчмарком могут быть сложности, в остальном все будет работать так, как заложено. Мы определяем направление цифровизации, предлагаем решение с нашей витрины, документируем процедуру. Здесь еще раз повторение, теперь уже на более мелком уровне, в какую сторону двигаться, насколько для российского предприятия сейчас стоит проблема импортозависимости от ПО, и запускаем работу уже, как я сказал ранее, в том числе подбирая меры поддержки. Отдельное сопровождение мы ведем с точки зрения так называемой бак-базы знаний, это вики-система, в которой можно всегда найти и примеры проектных документов, и примеры системы управления проектами, и проектные документы по разработке, и отдельные знания по agile, по управлению проектами, то есть практически в любой сфере. И шаг теперь к взаимодействию. Предприятие регистрируется самостоятельно, у него одно условие быть участником национального проекта. Еще раз повторюсь, как предложил министр, мы откроем доступ и для предприятий Союза. Об этом мы разошлем информацию всем участникам. И пусть повисит пока контактная информация. Теперь, собственно, мы прошли путь клиента. Клиент, теперь путь участника семинара. Есть три обстоятельства, которые, возвращаясь к тому, что я сказал, что это повод для создания креативных инструментов в экономике, когда мы занимались правой производительностью труда, есть три обстоятельства, которые, на наш взгляд, являются достаточно уникальными и помогают наладить мосты в цивилизации и развитии, которые без нас, как и глобализация, объективно, исторически и необратимо происходят. Собственно, какой наш вклад? Первое. Действия на уровне государственных задач. Мы сталкиваемся с очень сложной проблемой, ну, скажем так, не сложной, а чувствительной проблемой межведомственного взаимодействия. Ответственный за промышленную политику Минпром пересекается с экономическими задачами, инструментами Минцифры. В общем, не привыкать на госслужбе такие проблемы решать, но эта проблема еще ярче и интереснее проявляется на уровне региона. Если существует даже маленький намек на конкуренцию между органами власти, ответственным за экономическую политику, промышленную политику и цифровизацию в регионе, что может быть чуть более ярко проявлено, чем на федеральном уровне, мы сталкиваемся с почти, ну, если не полностью, то блокирующей возможностью самостоятельно поддержать инициативу предприятий и развиваться. А мы для этого вводим так называемую региональную модель, в которой просим взрослых договориться на уровне региона или пообещать, что предприятия обижать не будут, и вопросы их касающиеся будут оперативно рассматриваться. Это очень сродни как раз и развитию инвестиционного климата, когда предприятие не чувствует разобщенности на уровне органов власти региона. Не наша задача повышать эффективность управления в регионе, наша задача снять противоречия. Это первая часть. Вторая часть еще более интересная. Мы взялись за то, чтобы, ну, не то, чтобы бросить вызов, наверное, сегодня я такие заявления делать не буду, но чуть-чуть снять уровень сакральности с IT-заказчика на предприятии. Уровень компетенции, объем образования, вовлеченности и даже требования к психотипу человека, который делает его IT-заказчиком на предприятии, часто абсолютно не перекликается с остальными функциональными заказчиками работы на предприятии. Он имеет некую, опять же, и сакральность знания, и право определить, и даже не слушать остальных неэкспертов. Вот эту неэкспертность разрыва мы как раз хотим снять, точнее, и снимаем уже на предприятии. Любой сотрудник, которому вверено хоть одна, там, хоть две-три операции, бизнес-процесс, подразделение или целая компания внутри группы, будь это генеральный директор, начальник отдела, начальник цеха, может быть функциональным заказчиком, мы при помощи платформы помогаем снять ему требования в области IT-образования. Расскажи на бизнес-языке, на любом деловом языке, через стартовую диагностику, в чем проблема. Расскажи, как ты решаешь те или иные задачи, в основном в системе, на компьютере, или залогинился в нескольких системах, или в основном к тебе приходят с бумагой. Тебе не надо понимать, что такое системный инжиниринг, что такое программирование, что такое управление информсистемой, не забудь. Мы снимаем этот вопрос. Дальше, когда мы определяемся с задачами, смотрим на бенчмарк, а как твои отрасли в целом, такие задачи решаются, мы можем помочь тебе подготовить документацию и дальше помочь спланировать внедрение решения. А сумма этих документов – это, по сути, разговор с генеральным директором, которому мы покажем, ну, собственно, сотрудник, работник покажет, что вот для каких целей, вот как решается, вот при помощи каких инструментов и каким путем пойдем, что для этого надо. Тогда разговор будет обстоятельным. В противном случае в кабинет позовут IT-директора, тот скажет, я знаю, и только я скажу, как. Вот эту сакральность мы хотим снять. Это наша такая главная задача. Собственно, и третье, как я обещал, третье – это работа уже с некими предубежденностями, еще раз, IT-технологии, цифровизация, они и без нас будут развиваться. Наша задача – скорректировать немножко, как тоже Николаевич говорил, отношения и модель поведения, чтобы люди не плодили ошибки, а все-таки больше выбирали лучшие практики и правильные пути. Поэтому мы аккуратно стараемся помочь в аргументации и директорам, и, на самом деле, операторам, мер господдержек, которые тоже иногда зависимы от внешних требований, выставляют порой сложные требования к решениям. Мы говорим с вендорами и стараемся потихонечку приводить это все на один язык, откуда иногда, собственно, появляется необходимость выезжать и на предприятие, создавая такие очаги, маяки, образцов, которые потом можно будет поизучать, посмотреть. Коллеги, нам крайне интересно то, что делаем мы, у этого интересный результат. Если будет желание познакомиться, найти нас можно на портале эффективность.рф, на сайте Минэкономразвития, на нашей платформе. Мы открыты, всегда здесь, найти нас несложно. Навязываться мы не будем, но тем, что любим, готовы поделиться. Спасибо огромное за внимание. Спасибо большое, Иван. Коллеги, у нас в этом плане сейчас основная часть закончена. Сказать нам не то, чтобы больше нечего, но пока, на мере, сегодня не планируем. Если есть какие-то вопросы, предложения к дискуссии, то как раз сейчас самое время. Собственно говоря, или будем завершать. Есть какие-то предложения? Кто-то хочет высказаться? Вопрос можно ли задать? Конечно, конечно, можно. А стоимость для предприятия ваших услуг? Как-то договаривается. Все в нацпроекте, то, что делается в адрес предприятия, бесплатно. Наши услуги полностью бесплатны. Приобретение решений у вендоров находится в зоне отношений уже предприятия и разработчик. Единственное, что, поскольку от нас идет поток качественного клиента, и мы снижаем ошибки внедрения, то есть это более качественный лид, идущий в сторону вендора, он дает скидку, всегда разную от разного вендора, но скидки иногда доходят до 80%. Это предприятие, прошедшее первые две фазы, аргументирующее для себя, почему, зачем и как оно собирается действовать. Поэтому тут ненуевой эффект, что в цене, что в нашей бесплатной услуге. Если предприятие использовало иностранное все, например, как в современных условиях рекомендации ваши в сторону российских разработок, это прям... Как это сочетается оптимально? Вы можете решить эти вопросы? Боюсь, что я сейчас на ваш вопрос не отвечу, потому что как быть здоровым и одновременно счастливым в балансе ограничений и немножко дозволенности. Это всегда... Ситуация зависит от предприятия. Тренды известны. Иностранные вендоры уходят, поддержка прекращается, там, где возможен параллельный импорт. Инструменты есть. Плюс отечественные разработчики, матрица замещения по функциям у нас есть. Если ушел этот, мы знаем, кого искать. Мы это уже поляну разметили. А дальше уже дело каждого пациента. Мы все.